9.18, это утро в Петербурге, прямой эфир. Просто сейчас о сенсации поговорим мы в нашей студии. Да, действительно, это медицинская сенсация. Может ли опухоль быть размером самого человека? Оказывается, да. С фантастическим случаем столкнулись врачи педиатрического университета, удалили ребенку опухоль, которая весила, внимание, 2 килограмма 113 граммов, при том, что вес самой новорожденной был всего 2-300. Подробности этой поражающей воображении операции нам расскажет Алексей Владимирович Подкаменев, заведующий кафедрой хирургических болезней детского возраста имени Баирова Санкт-Петербургского педиатрического университета. Доброе утро, поздравляем вас с удачной, я так понимаю, операцией. Ну, надеемся, да. Да, 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 да. Я радуюсь очень надеемся, и вас, и ваших коллег. Так, удаленная опухоль – это кератома. Что это за образование, насколько оно само по себе опасно для жизни? Оно возникает внутриутробно и формируется из различных, скажем так, эмбриональных участков. Вот, и с ростом плода, с ростом ребенка эта кератома тоже растет. Поэтому, конечно, она может на этапе внутриутробного развития представлять проблемы и для ребенка, и для мамы. В связи с этим мы их активно наблюдают в женских консультациях, проводятся ультразвуковые исследования, выявляют те или иные отклонения, которые могут наступить во время беременности. И, соответственно, беременную женщину с пороком развития направляют в специализированный медицинский центр, в частности, в наш педиатрический университет, для родоразрешения и последующей оказания помощи. То есть это уже на этапе беременности было понятно, что это, да, и врачам было понятно, что с этим делать. Можете поделиться с нами некоторыми техническими моментами операции? Вот сколько она длилась, как проходила, сколько врачей, хирургов участвовало, и вообще, насколько это опасно для ребенка, в первую очередь? Ну, опасность может наступить еще на этапе внутриутробного развития, потому что такие опухоли, они могут приводить к жизнеугрожающему состоянию состарной платы. А воздействовать на нее внутриутробно никак нельзя? Ну, есть технологии на сегодняшний день, есть медицинские технологии, которые позволяют внутриутробно на нее воздействовать, но это не радикальное лечение, это полиэтилен. То есть решили подождать, пока все-таки ребенок родится? Но тут должны быть показания, потому что это не рутинный метод, и только внутриутробному воздействию подлежат те опухоли, которые вызывают изменение состояния здоровья со стороны плода и мамы. Приводит к осложнению. Но вот сложная ли была операция? Операция, конечно, сложная, операция, конечно, сложная, но она прошла благоприятно и благополучно благодаря взаимодействию и работе большой команды врачей. Сколько человек принимало участие? Слушайте, ну, если мы не говорим про одну операцию, не про операцию, но, безусловно, это акушеры-гинекологи, которые позволили доносить эту беременность. Это родоразрешение. Это врачи-анестезиологи-ренематологи, которые занимались предоперационной подготовкой, стабилизация состояния ребенка. Да, это врачи-хирурги. И сейчас это врачи-неонатологи, которые занимаются выхаживанием и реабилитацией этого ребенка. А в самой операции, конечно, это стандартная хирургическая бригада хирургий, врачи-анестезиологи, операционные медсестры, санитарки. То есть это много тут, нельзя сказать, 7-10. Это много. Ну, мы видим огромную команду на экране. И фото и видео как раз с той операции. Насколько вообще могут разрастись подобные опухоли? То есть вот в данном случае тут вес был практически с вес ребенка. То есть может ли она быть больше, или обычно они меньше? Какие вообще показатели в мире есть на величине опухоли? Вы знаете, ну вот до этого у нас самая большая опухоль была 1 килограмм 900 грамм. Тоже у новорожденного? Тоже у новорожденного. Ну, конечно, мы, да. А вот эта опухоль пока... Рекордный. Рекордный размер. Рекордный размер. Как себя чувствует маленькая пациентка? А вот помните, вы сказали, насколько, я спросила, насколько благополучная, вы сказали, что это пока еще наблюдается. Ну, это вот, наверное, в продолжении вопроса, потому что на сегодняшний день мы ждем результатов морфологического заключения, потому что эта опухоль может быть как и хорошая, так и плохая. А, это недавно была прям совсем, прям вот недавно. Ну, да, мы ждем. Поэтому будет определяться результатом морфологического исследования. А соматически ребенок себя чувствует достаточно хорошо. Он уже находится, она находится в отделении патологии новорожденных, выкаживается в нее. Она кушает, у нее восстановился пассаж по кишечнику, у нее, в общем-то, все показатели ее жизнедеятельности, да, они достаточно стабильные. Мы желаем здоровья, конечно, малышке и маме. А еще скажем, мы просто знаем, что эта опухоль, она была сзади, скажем так, задней части тела, то есть там девочка будет расти, и на ее внешнем виде это не скажется никак. Ну, это не скажется, безусловно, но, тем не менее, шрамы остаются, но современная медицина не стоит на месте. Тело тоже растет. Дай бог, конечно. Это не самое страшное, да, прямо сказать. Кератомы взрослых появляются в том числе, впоследствии ультрафиолетового облучения, да, развиваются. А что стало причиной развития такой огромной опухоли внутриутробной? Ну, вы знаете, это не генетика, это не генетические и не хромосомные факторы или аномалии, как мы называем, да, это нарушение этапа формирования на ранних сроках. А это как? Чем-то не чем питалась мама, не в том регионе жила, то есть вот либо это, ну, скажем так, не связано с тем, как сама женщина... Не связано. Это не связано. Очень кратко, вот мы знаем, что специалисты института разрабатывают все-таки возможность внутриутробного удаления подобной опухоли. Какие перспективы у этого метода? Перспективы у этого метода есть. У нас сейчас этап, скажем так, разработки технологий, хотя она есть, но, да, поэтому мы идем в этом направлении. Безусловно, вся команда педиатрического университета и руководство педиатрического университета во главе с ректором, конечно, нацелены только на достижение успеха в этой области. Алексей Владимирович Подкаменев, заведующий кафедрой хирургических болезней детского возраста в нашей студии. Еще раз вас поздравляем и говорим огромное спасибо. Спасибо вам. Да, и передайте обязательно от всей нашей редакции большой привет вашим коллегам. Обязательно. Потому что мы познакомились с вами. Удовольствие. Спасибо большое. Удовольствие.